МЕНЕЖМЕНТ Я приветствую вас. Тема нашей встречи — развитие управленческой мысли в истории менеджмента. Итак, что же такое менеджмент? Менеджмент — это наука, наука об управлении людьми в организации. Для достижения цели организации менеджмент — это искусство управления людьми, это использование их опыта, интеллекта, мотивов поведения, опять-таки для достижения цели организации. Но как сформировался взгляд на менеджмент? Наука о менеджменте — достаточно молодая наука. Взгляд на менеджмент происходит с точки зрения ранних теорий менеджмента, к ним относятся классическая теория менеджмента, куда входит научная школа менеджмента. Ярким представителем этой школы является Фредерик Тейлор. Почему научная школа менеджмента? Потому что с научной точки зрения рассматривается процесс производства и создания продукции. Весь этот процесс он предлагает разбить нам производственные операции, отдельные операции. На каждую операцию должен быть подобран человек, работник со своей профессией и разрядом. Он первый об этом говорит. По разряду и профессии должна быть оплата труда. Он говорит о научной организации труда. Он говорит о достойной оплате труда. Он говорит о времени, рабочем времени. Его последователи наблюдают за процессом производства и пытаются снизить напряженность производственных операций, для того чтобы человек меньше уставал во время создания продукции. Он рассматривает человека как машину, как механизм, и говорит о производительности человека. Первый Тейлор говорит о звене менеджеров, которые должны организовывать и планировать процесс создания продукции. В общении с работниками они должны получать информацию о проблемах, которые возникают в процессе создания продукции. Сам Тейлор вышел из рабочей семьи и поэтому рассматривал процесс производства именно с точки зрения производственных процессов. Практически одновременно со школой научного менеджмента возникает административная школа. Это начало 20 века. Автором этой школы по праву считается Анри Файоль, француз по происхождению и владелец металлургической компании. Поэтому и он рассматривает процесс управления с точки зрения администрирования. Заслуженный вклад этого человека в историю менеджмента, в историю развития управленческой мысли заключается в том, что он называет и систематизирует накопленный опыт к этому времени и называет 14 принципов эффективного административного управления, к которому относятся централизация власти, иерархия управления, возможность делегирования функций. Это корпоративный дух, это порядок во всем. Кроме того, Анри Файоль называет все те функции, которые присущи любой компании. Это управление персоналом, управление производством, управление коммерцией, управление поставками, нововведением и защитой своей компании. Он рассматривает работу менеджера с точки зрения функций менеджера и называет обязательные функции планирования, организации, мотивации, контроль и координирования деятельности подчиненных. Но опять-таки, ни Анри Файоль, ни Фредерик Тейлор и его последователи не рассматривают человека как социальную личность, а рассматривают как механизм создания продукции. Последователи, скажем, Тейлора исследуют различные производственные процессы и приходят к выводу, что человек не всегда рационален, как это утверждал еще Адам Смит в своей экономической теории. О том, что движет человеком только экономическая выгода. Наблюдают за тем, что люди эффективнее, производительнее работают там, где хорошие взаимоотношения, интересный коллектив, когда не только денежные вознаграждения люди получают. И так возникает следующее направление в истории менеджмента. Это неоклассическое направление. Это направление возникло не просто так. Дело в том, что в середине XX века огромный всплеск развития науки психологии. И многие начинают интересоваться этой наукой и пытаются объяснить поведение человека с точки зрения психологических аспектов. И так возникает школа человеческих отношений и поведенческих наук. Эта школа пытается ответить на вопрос, что же движет человеком, какие потребности, какие мотивы у человека. Так Андрей Масло пытается выстроить все потребности в иерархии потребностей, создает всем известную нам пирамиду потребностей, где зависимость человека от физиологических потребностей до наивысших признания, самовыражения своих потребностей. Дуглас Макгрегор в своей ранней теории создает теорию Икса, где говорит, что человек по своей природе ленив, и для того, чтобы составить его работать, нужен кнут или пряник. Позже он говорит о том, что, создав теорию Икс, говорит о том, что, да нет, на самом деле, трудиться человеку так же естественно, как и естественно, активно отдыхать. Главное, создать правильные условия работы для человека. То есть нет плохих людей, нет глупых людей, просто люди иногда занимаются не своим делом. В 50-е годы, после Второй мировой войны, мы знаем, что происходит огромный всплеск развития различных математических методов. Это попытка построить сетевые модели, различные графики, описать управленческий процесс с точки зрения математики. Это статистика, это управление качеством. И возникает новая школа в управлении менеджментом, это количественная школа. И, как я вам уже сказала, это акцент на качественное, эффективное производство. На сегодняшний день существует такое научное направление, когда взгляд на менеджмент производится с точки зрения интегрированных подходов. К ним относится процессный подход, который рассматривает процесс управления, как взаимосвязанные процессы планирования, организация, мотивация и контроль. Эти интегрированные процессы не отрицают наличие школ, но используют важные элементы на данный момент. Вот вам и ситуационный подход. То есть, что же важно? Обращать внимание на отношения людей в коллективе или между людьми? Или важнее все-таки правильно организовать производственный процесс? Каким быть лидером? Жестким или мягким? Что нужно делать? Привлекать подчиненных к решению управленческих задач? Или авторитарно принимать решения? Правильно описать ситуацию. И это ситуационный подход. Ну, а системный подход говорит сам о себе. Система. Что же такое система? Это единое целое, которое состоит из элементов. И здесь работает синергетический подход, о котором говорят наши соотечественники Богданов, который создает технологию организаций. И в основе всего лежит закон синергетики. То есть, простое сложение элементов – это не значит эффективность. Правильно сложить нужно элементы общего для того, чтобы достичь максимального эффекта. Система сложная. Это внешняя и внутренняя среда организации. Внешняя среда с ее сложным представительством макроокружения, непосредственного окружения, куда входят и политика государства, и экономика, и законодательная власть, и налоговая политика. Внутренняя среда – это тот же корпоративный менеджмент, это тоже производство, технологии, поставки и так далее. Современный взгляд на менеджмента. Если мы посмотрим на начало менеджмента как науки, а это конец XIX века, на формирование научных взглядов, конечно, оказало внимание накопленный опыт. Это промышленная революция XVI-XVIII века, когда организовались первые манифактуры в XVI веке, а потом возникли уже в XIX-XVIII веке заводы, фабрики, когда рынок из локального рынка перерос в национальный, международный рынок. Это было одно управление. А посмотрим, что происходит сегодня. Это глобализация бизнеса, глобализация менеджмента. Это создание корпораций межконтинентальных, межнациональных, со сложными организационными структурами, многомерными, сетевыми, разнопрофильными организационными структурами. Конечно, простой менеджмент с простыми позициями очень сложно адаптировать к современным условиям. Кроме того, на сегодняшний день менеджмент должен представлять интересы таких групп, как общество, бизнеса и человека. Менеджмент и бизнес должны нести социальную ответственность перед обществом. Не должно на сегодняшний день применяться жестокое управление, как это нужно было наблюдать в конце 19-го, начале 20-го века. Ну и современный взгляд, современный. Мы сейчас видим развитие искусственного интеллекта. Очень часто человек доверяет принятие управленческих решений именно искусственному интеллекту, технократии, засилие технократии во всем. Если в середине 20-го века мы говорили о том, что производственные процессы выполняют вместо человека автоматы и машины, то сегодня вместо человека думают компьютеры, автоматы и так далее. Поэтому будущее нашего человечества, будущее нашего человека основным ресурсом любой компании, потенциальным, мощным ресурсом является человек. Не просто человек, а его интеллект, неординарный, элитный интеллект. Именно на это направлено и университетское образование для того, чтобы создать этот интеллект у молодого поколения. Именно интеллектуальное общество, интеллектуальные организации — это будущее, наше будущее. Это возможность преодолеть конкурентную борьбу, это возможность выжить дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова